В эфире итоги недели программы актуальных и политических событий на канале Кнессет. С вами Нуа Лавей. Здравствуйте. Политические итоги недели. Израиль выходит из карантина. Нитанияу побывал на скамея подсудимых во второй раз, а также результаты предвыборных опросов. Последние события мы обсудим с радиоведущим и журналистом Павлом Маргуляном. Первое русское имя в списке партии Ямина Стелла Вайнштейн, бывшая активист КНД и член горсовета Аш-Дода, возглавила русскоязычный штаб партии в преддверии выборов в Кнессет. Что побудило бывшую сторонницу Либермана предпочесть партию Беннета и как планирует в Ямине бороться за симпатии русскоязычных израильтян? Узнаем из первых рук. После долгих разногласий и споров правительство утвердило план открытия системы образования уже на этой неделе. Однако будет ли нынешний выход из карантина отличаться от прошлых? И главный вопрос, который беспокоит всех родителей, безопасно ли отправлять детей на учебу с учетом по-прежнему высоких показателей заболеваемости? На наши вопросы ответит Дарит Хазан, глава профсоюза воспитателей детских садов. А также денежные бонусы работникам, сделавшим прививку от коронавируса. Таким образом, группа рестораторов We Like You Too из Тель-Авива повышает мотивацию сотрудников в надежде на скорое возвращение к полноценной деятельности. Подробности узнаем от Сиван Харари, одной из авторов инициативы. Все это в нашей программе прямо сейчас. Имя Стеллы Вайнштейн до ненавидного времени напрямую ассоциировалось с партией НДИ, в списке которой на прошлых выборах Вайнштейн занимала 23 место. Однако в последний момент перед закрытием списков КНЕСа 24-го созыва выяснилось, что Вайнштейн, предпринимательница, председатель форума по спорту и фитнесу, получила 12 место в списке партии Емина и возглавит штаб по работе с русскоязычными израильтянами. С нами на связи Стелла Вайнштейн. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Пожалуй, самый очевидный вопрос, что послужило причиной для смены политического дома и почему именно Нафтали Беннетт? Смотрите, я как частный предприниматель за последний год воевала за весь мир в фитнесе. И я провела огромное количество времени в КНЕСТИ Израиле и поняла очень одну важную вещь, что на сегодняшний момент нет ни одного человека в КНЕСТИ Израиле, который борется за частные предприниматели, который понимает, что такое быть бизнесменом, который, когда я сидела напротив него, полностью меня понимал и полностью был готов за нас воевать. Госпожа Иванович, это означает, что вы были очень приближенным к Виктору Либерману человеком? Вы потеряли доверие к лидеру партии Индии? Я до сих пор очень-очень уважаю Виктора Либерману. Я совсем не потеряла доверие. Я могу даже сказать, что просто пошло понимание, что наше мирозрение, наша точка, как мы смотрим на мир и что важно сейчас в этот критический момент для государства Израиля, изменилось. Оно больше не подходит к нам. Я не считаю, что вот этот разговор ненависти или разноглазия подходит в этот критический, страшный момент для государства Израиля. Нам надо объединять, а не разознанять. То есть вас оттолкнула, по сути, та линия, которую ведет партия Индии в отношении ультраортодоксальных партий, если я правильно понимаю? В том числе. То, что я искала, я считаю, что всему государству сейчас нужно, это именно не разговор, с кем мы будем сидеть, с кем не будем сидеть, не разговор ненависти, не разговор что-либо другое, кроме экономики и корона и спасания в этот тяжелый момент государства Израиля. Это все, что должно нас в сегодняшний день интересовать, как сплочиться, как объединиться и победить борьбу с короной. И не только корона в плане болезни, а финансовая корона, которую мы сейчас видим. И я поняла, что... Только секунду назад я сказала, что вот этот разговор, что с этим мы не сядем, этих надо убрать. Вот это вся эта речь, которую мы сейчас видим. Ортодоксальные евреи, к примеру, они наши братья, мы все вместе живем. Мы можем только сражаться с этой войной, когда мы идем все вместе. До сегодняшнего момента, да, Бениамин Натаняу однозначно проиграл эту войну. Он ужасно вел это государство с борьбой с короной. Он... Коалиция была, не работала, потому что ортодоксальные евреи были хозяева. Да, нужен хозяин государства Израиля, который скажет, дорогие жители всех секторов в Израиле, вы все братья, вы все живете в этом государстве, но хозяин я. И вот этот разговор, знаете, это смешно посмотреть на это. Яэр Лапид, я не сяду с Харадин. Гидон Цаар, я не сяду с Биби. Лапид, не сяду с Биби и с Харадин. Либерман, посмотрите, четвертые выборы. Если нафталий Беннет хочет сменить на его месте премьер-министра государства Израиля Бениамина Натаняу, то он, очевидно, должен набрать либо намного больше мандатов, либо в этом случае он должен будет войти, например, в правительство ротации. Мы видели, что произошло с Бениганцем. Вы не боитесь того же сценария? Он единственный, который вот этот детский сад, с этим я не буду играться, с этим буду играться. Он единственный, который взрослый, говорит, мы все вместе сплочимся и все вместе пойдем воевать за государство Израиля. Господа, вот вы говорите все вместе. Вот вы первая русскоязычная представительница в списке партии Ямина. Прежде не было русскоязычных кандидатов в списке нафталий Беннет. А вас это не смущает? Я считаю, что Ямина сейчас понимает, что она партия, которая относится всем гражданам Израиля. Она должна иметь, и они понимают это, что они должны иметь представителей всех-всех жителей Израиля, всех секторов, всех национальностей Израиля. И любая партия, которая хочет завоевать власть, должна иметь представителя русскоязычного населения. Потому что русскоязычное население, оно за последние 30 лет стало одной из самых важных населений в Израиле. Одной из тех, которое помогло вот этому растению и движению, которое мы видим за последние 30 лет. У нафталий Беннет и Эльича всегда было огромное уважение. Но я думаю, что за последние годы они поняли, насколько это население важное и чуть-чуть другое от других. Вот если мы заговорили о специфических потребностях именно репатриантов из бывшего СССР, что может предложить партия Ямина русскоязычным израильтянам? Действительно, есть определенная специфика, в том числе, например, потребность в гражданских браках. Вы видите возможность того, что это будет продвигаться? Смотрите, партия Ямина, она, как вы знаете, экономистически либеральная. Она против монополия, в том числе и я. И я вам могу сказать, что на сегодняшний момент есть монополия над рабанутом, над браками, которая эта монополия, его держит рабанут. Это вам надо будет как-то изменить. И это надо будет изменить так, чтобы это подходило вместе с согласиями ортодоксальных евреев. Это возможно сделать. Дай бог, что мы в ближайшие два года к этому дойдем. В связи с кризисом, в котором мы в нем находимся, дай бог, что мы к этому дойдем. Насколько лидер Ямина открыт действительно для обсуждения тем, актуальных для репатриантов? Конечно, конечно. Но, к сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что любой лидер, который придет, особенно Нафтали Беннетт, он достаточно серьезно в первую очередь решить вот эти критические моменты в экономике, в здоровье, в ненависти, которая состоит в государстве Израиля, сплочить ее. И потом уже пойти дальше на остальные темы работать. Стеловать все-двину. Два года это будет за нами, и мы начнем уже продвигать остальные наши важные темы. Стелла Вайнштейн, 12 место в списке партии. Ямина, спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо вам. Спасибо большое. На этой неделе Израиль в третий раз начал выход из карантина. Согласно еврейской шутке про то, что в третий раз выдают мороженое, на этот раз таким мороженым может послужить зеленый паспорт для привитых от коронавируса. Наряду с этим Нитиньяо второй раз посетил судебные слушания по его делам, а последние опросы продемонстрировали возможность получения блоком сторонников премьер-министра 62 мандатов. Обо всем этом мы хотим поговорить с журналистом и ведущим Первого радио Павлом Аргуляном. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Начнем с конца. Опрос, проведенный на этой неделе по заказу телеканала Кан-11, после закрытия партийных списков дает Ликуду 29 мандатов, Ешатид-18, Иква-Хадаша-14. Но главным человеком на этой карте начинает выглядеть Нафталий Беннет, лидер партии Ямина, с 13 мандатами, которые могут оказаться критическими. Насколько возможен сценарий, сам Нафталий Беннет не отрицает, что он никого не исключает в качестве партнеров, что Нафталий Беннет пойдет в правительство Бенемина, не Танейо? Ну, во-первых, смотрите, мой девич, что в израильской политике возможно абсолютно все. Даже вещи, которые мы до этого думали, что они невозможны. Тем более, что Нафталий Беннет, на самом деле, его позиция очень туманна. Он не говорит, он не дает четкого ответа по поводу того, кого он поддержит по итогам выборов. Я хочу напомнить, что он в первую очередь поддержит самого себя. Он заявил о том, что он претендент на пост премьер-министра. Но, как вы правильно отметили, правда, это один опрос пока. Надо посмотреть на динамику опросов. Но вопрос, который был опубликован вчера при поддержке им Ликуда и прохождении Бецалеля Смутовича и Тамары Бенгвира электоранного барьера, у Натаниягу есть правительство. Но решать будет все, как мы уже знаем, Нафталий Беннет. Вот то, что был два года тому назад Авигдор Либерман, который не поддержал Натаниягу, и в результате мы пошли опять на выборы. Сейчас такая роль, судя по всему, и Беннета, и все взоры политических обозревателей обращены к нему, и попытки выяснить, что же он там решил, и кого же он собирается поддержать, если после себя, скажем так, если ему не удастся формировать правительство. Если мы уже рассматриваем действительно самые разнообразные сценарии, насколько долгосрочный план Беннета может быть таким? Прийти, спасти Натаниягу, поддержать его в данной ситуации, чтобы затем плавно, например, унаследовать власть и правый лагерь. Ведь они все-таки принадлежат к правому лагерю. В отличие от некоторых партий, которые находятся на другой стороне баррикады, которая называется только не Натаниял. У Беннета есть два, скажем так, примера. Первый пример – Бенни Ганс. Он видит прекрасно, как Бенни Ганс договорился с Натаниягу, что из этого вышло. Естественно, он не хочет пойти по его стопам. И где сейчас находится Бенни Ганс? Напомним, что ему уже сегодня утром задают вопросы, не хочет ли он зайти с дистанции, так как он на грани электорального барьера. И Беннет, конечно же, постарается всячески избежать подобной судьбы. То есть он должен будет получить от Натаниягу предложение, из которого у Натаниягу не будет каких-то выходов, как, например, непринятие бюджета, было в истории с Бенни Гансом и так далее. И Натаниягу будет смотреть по ходу суда. Ну, наверное, мне кажется, Натаниягу понимает, что суд ему отменить не удастся. Суд будет продолжаться, суд будет идти. Ну, вот мы видим, что суд продолжается, мы видим, что он посещает заседание. Тем не менее, это не сказывается на опросах, как и неуспех третьего карантина, который, в общем-то, с цифрами сложно спорить. Я уже не знаю, что может сказаться на опросах в отношении Ликуда. У Ликуда есть свой, скажем так, тридцатник, да, плюс-минус там куда-то в сторону. Но свои три мандата он железно имеет. И мы знаем, что очень часто Натаниягу и Ликуд перед выборами непосредственно набирали большее количество мандатов, чем мы им предрекали опросы. Поэтому, вполне возможно, количество мандатов у Ликуда будет не тридцать минус, а тридцать плюс, конечно же. Но, опять же, Беннетт должен получить от Натаниягу какие-то доказательства или заверения стопроцентные, которые позволят ему, ну, например, он поддержит Натаниягу на пост президента. Есть и такая версия. И тогда она освободится вместо премьеры, и Беннетт станет премьером. То есть здесь у него довольно соблазнительные перспективы есть. И вопрос в том, кто его соблазнит, кто больше будет соблазнительным. Ликуд и Натаниягу с их предложениями или другой лагерь, там, Сар, Лапит, Либерман и он. Другой лагерь, в котором тоже много лидеров, и все они, в общем-то, борются за один и тот же пост. Да, в этом их недостаток. Там слишком большие разногласия, и на этом, конечно же, Ликуд и Натаниягу могут сыграть. Ну и раз уж мы уже фантазируем, действительно, то тогда и последний вопрос. Насколько правительство, если оно будет сформировано, например, Натаниягу и Беннетт, может быть стабильным правительством? Оно будет правым? Оно будет опираться на правые партии? В нем будет, очевидно, меньше идеологических разногласий, чем в правительстве, которое собрано из противников Натаниягу? Ну, смотрите, если оно будет 61+, так оно будет стабильным. Я не вижу каких-то вещей, которые могут внести раскол в такое правительство. Это будет право-религиозное правительство, которое Натаниягу давно хотел создать, потому что право-религиозное правительство поможет прежде всего ему решить его личные проблемы юридические. И на это его надежда. В данном случае ему придется поступить с одной личной проблемой, именно его отношения с Беннеттом не всегда были безоблачными. Вы понимаете, как Натаниягу, Беннетт его устраивает в любом виде. Натаниягу играл с Беннеттом все эти два года. Мы это прекрасно знаем, вплоть до того, что он не взял его в коалицию. Но, тем не менее, Беннетт, если преодолеет какие-то личные отношения с Натаниягу, с перспективой того, что таким образом он может стать премьер-министром, он может пойти, конечно же, на союз с Ликудом. И поэтому этому правительству вряд ли что-то будет грозить. Оно будет работать, будет преодолевать те проблемы, которые у нас есть. И плюс к проблемам личным премьер-министра. Я не вижу каких-то возможностей раскола такого правительства, потому что мы видим, несмотря на все, что было с короной, несмотря на возмущение довольно большой части общества тем, что происходит в религиозных кругах, именно в области эпидемии, скажем так, короны, есть достаточно большое количество избирателей, которые вполне могут проголосовать так, что у нас будет создано право религиозное правительство. А это демократия, как говорится, здесь ничего не поделаешь. Безусловно. Павел Маргулян, спасибо вам большое за столь интересный разговор. Всего доброго, до свидания. После громких заявлений и бурных дебатов, Кабинет министров по борьбе с коронавирусом утвердил план возобновления работы системы образования, который должен быть поэтапным и в соответствии с установленными критериями. Сложность лишь в том, что разобраться в этих критериях нелегко, но мы попытаемся это сделать вместе с Дарит Хазан, главой профсоюза воспитателей детских садов. Дарит Хазан, שלום, רב. שלום וברכה, בוקר, טוב. שלום, שלום. מערכת החינוך אמורה לחזור לפעול השבוע, לפי החלטת קабינט הקורונה, אבל כמו הרבה החלטות מהסוג הזה, בהתראה מאוד קצרה. האם המערכת ארוכה לזה בכלל? כרגיל אנחנו לא ארוכים, אבל יש חידוש ושינוי שאני מברכת עליו. סוף סוף ישבו ביחד. סוף סוף אנחנו יכולים להגיד שאיכשהו הם מתכוונים ורואים שמדינת ישראל רוצה, מקבלי החלטות רוצים, בטובת הגננות, בריאות הגננות והילדים, כן חשובה להם. והם בוחנים את הפתיחה בערים ירוקות, במצב שאנחנו נוכל, איכשהו, להיות יחד עם הילדים, אני מקווה בתוך הגן, ולא יום שלם מחוץ לגן, שזה לא משהו שאפשרי. יש שם הרבה קריטיונים, ירוקות, צהובות, כתומות, אבל עם פרמטר מסוימים, אתם מצלחים לעקוב אחרי זה? לא, לא כל כך האמת, אנחנו באמת מנסים, את יודעת, רץ הפתיחה ככה עכשיו באינטרנט, ובזה, על הפתיחה של שנת, של המערכת, ואז כתב סיני, הכל בסיני, ציני, ציני, זאת אומרת, אנחנו לא כל כך מבינים מה הולך לקרות, אבל יש התקדמות, אני אומרת, גם לעניין של, לפני כן אמרו, בכל מקום, בחוץ, בחצר, יש התקדמות בעניין, שיפתחו את הגנים, בערים ירוקות, באמת, אני חושבת שצריך לעודד, התחסנות, אני בעצם התחסנתי, אני קוראת לגננות שלי, להתחסן, אני אומרת, שהאפשרות הזאת, זה בעידם של משרד הבריאות, וכדאי ששם יעודדו, התחסנות ההורים, אז רגע, אם נגענו בנושא התחסנות, מה באמת האחוזים, או המספרים? כשאלכתי להתחסן, לא שואלו אותי, אם אני גננת, אם אני, איפה אני עובדת, אני משערת, שהאחוז, הוא כמו, של כל אזרחי ישראל, שהם התחסנים, ולזדה, או יותר גבוה, כי הרי אנחנו, כשנכנסנו לסגר, הממשלה אמרה, זה הזמן שלנו, לחסן את צוותי ההוראה, בסופו של דבר, כולנו נרוויח, האם זה המצב, בסופו של דבר? אני לא חושבת, שזה המצב, אני יודעת, שכמו שפנו לצוותי רפואה, להתחסן, ולא חייבו אותם להתחסן, אבל פנו אלה, הם פנו גם, פנו גם לעובדי הוראה, באיחור, ולא מספיק מהר, כדי לעודד אותנו, לא מעודדים באמת, לא מראים לנו, מגלים לנו מחקרים, ואנחנו ניזונים, די מרף שצרן שמועתי, לא כיף להיות שפה ניסיונות של אף אחד, ולכן חשוב מאוד, שאנחנו נדאג, שמשרד הבריאות ידאג לכך, שאנחנו נדע יותר על החיסון, ונרצה באמת להגיע למצב, שאני תחסן. כלומר, את אומרת, חסרה הסברה. זה מה שאת אומרת. סליפה. את אומרת בעצם, שחסרה הסברה. חסרה הסברה, אני אומרת, לא רק לגננות ישראל, לכל עם ישראל, חסרה הסברה, וכמו שלא מחייבים הורים, בכניסה לגן, להגיד אם הם התחסנו, את יודעת, גם לפני כן, ביקשו הצהרות בריאות לילדים, זה לא באמת קרה. הרבה הורים, שלחו את הילדים שלהם חולים, עדיין עם הכמול לגן, בסוף הסתבר שילדים כן מדביקים, וכן נדבקים, ולצערי איבדנו אפילו גננות, שאני לא יודעת להגיד, באופן חד משמעי, שזה מהגן, אבל כן איבדנו גננות, בגלל מחלת הקורונה. אז דורית, מה יהיה שונה הפעם? מה יהיה שונה הפעם, חוץ מזה, שבאמת, ברקע ממשיך, מבצע לאומי של החיסונים, אבל עדיין, האם את חושבת, שהפעם, המערכת תצליח להחזיק, ואנחנו לא נגיע לעוד סגר במערה. וואו, זה אחריות, אני, נביאים כבר מזמן אין, וקשה לי להיות נביאה, רק לפי התנהלות, שראיתי עד כה, אני לצערי אמרתי, שאני רואה גם את הסגר החמישי והשישי, אתמול קראתי את הציוט של, שר החינוך, שטוען, שאנחנו כנראה נחזור לשגרה, אולי באמצע שנה הבאה, ולכן, כל מה שאני יכולה להתפלל, ולבקש, באמת, חבר'ה, כל אנשים שמקבלי החלטות בוועדת הקורונה, תקשיבו לנו, תכנסו אותנו, שבו איתנו ביחד, יחד עם ראשי הרשויות, אנחנו יודעים מה הכי נכון, אנחנו מכירים ונוגעים בתושבים, ובילדים, אנחנו יודעים אם זה ילד גן חובי, אם זה ילד גן טרום חובה, גמול, לא גמול, עם החצר שלנו, ארוחה ומוכנה לקבל ילדים, אם יש שחות, הראשי הרשויות יודעים, אם יש מבנים, אפשר להפחית את מספר הילדים בגנים, כבר היום, כדי שבשנה הבאה, לא נצטרך לחלק לקפסולות, וכבר היום נדע, שיש לנו קפסולה מראש, עשרים ילדים בתוך גן, בעצם את אומרת, שאין לכם, שלא מספיק מקשיבים לכם, בניית ישראל בסגר, לא מספיק מקשיבים לכם, כשאתם בעצם פורסים את כל הבעיות הקיימות? לא, לא מקשיבים לצערי, ואנחנו נתנו מטווים כבר בתחילת הדרך, הנה הגענו לרישום, כבר בשנה השנייה, והנה אנחנו עוד הפעם פותחים את הגנים, והנה עוד רגע בחופש הגדול, אני שומעת את הכעס אצל הורים, זה תסכול, זה לא הכעס, אנשים לא יכולים לצאת לחזור לעבודה, נכון, אבל הכתובת לכעוס, זה לא הגננות, תקשיבי, מחר יש את יום הגננת, אנחנו בחרנו בארגון גננות מחנכות, לציין יום מיוחד לגננת, בגלל כל מה שנוצר עד היום, בתקשורת, יש הלאום על גננות, וזה לא נכון, מקצוע גננת, אני לפחות, כשהלכתי ללמוד להיות גננת, בחרתי את המקצוע הזה, מתוך אהבה אמיתית לילדים, ובחרתי להתמקצע בו, אני בעלה תואר שני, אני יודעת שכמון יש עוד אלפי גננות, במדינת ישראל, אני רואה איזה עבודת קודש, הגננות עושות היום, אני לא ספק, אז דורית, אנחנו קודם כל נאחל, חג שמח, חג מקצועי שמח, וגם כמובן, נקווה, נקווה, שאנחנו נצא מהטייטל המפוקפק הזה, של סיינית בימי הסגר, וסיינית גם בתחום החינוך, אבל מהקצה השני, שהילדים במדינת ישראל, ישבו הכי הרבה זמן בבית, ופשוט לא חזרו לספסל הלימודים. גם אנחנו נאחלות, גם הגננות מאחלות, לצאת מהסגר, להיות יחד עם הילדים, לחבק אותם, ובאמת להגיע הכי קרוב שאפשר. תעזרו לנו לעזור לכם. בהחלט, דורית חזני, יושבת ראש ארגון הגננות, מבית הסתדרות הלאומית, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה כשהתחילו הדיבורים האלה, שהרבה מאוד חברות צעירים לא מתחסנים, אז בעצם הרעיון הזה עלייך, אנחנו יכולים להודד את הצוות שלנו. אנחנו עובדים במקומות שלנו, הם נחסית צפופים, סביבת עבודה היא מאוד מאוד קרובה, יש הרבה מאוד לקוחות, אנחנו נפגשים בהם הרבה מאוד לקוחות, והיה חשוב לנו בעצם לשמור על הבריאות, גם של הלקוחות, אבל בעיקר בעיקר של הצוות ושל כולם. יש שענות גבוהה ליוזמתכן? האמת שכן, כל הזמן מעלים בקבוצות וואטסאפ של הצוותים, הם מעלים מה, קבעתי תאור לחיסון, קבעתי תאור לחיסון, זה מאוד מאוד נחמד, אנחנו רואים, אני חושבת שזה בעיקר היה גם עניין של מודעות, במקרה מאוד מאוד ספציפי שלהם. עשיתם הסברה כלשהי נוספת, להסברה שכולנו כמובן רואים או קוראים ברשתות, לכאן ולכאן? האמת היא שלא, זאת אומרת, לא הרבה, ברגע שאנחנו התחלנו לדבר לזה ולהציף את זה, אז אנשים החליטו ללכת להתחסן. אני חושבת שבאמת אולי יש בעיה של חשיפה לכל הדברים, לנושא הזה, כי החברה שלנו בגילאים 20, בשלב המקדם של השלות ה-20, הם לא צורכים חדשות כמובן, כאילו במרומה גילי. הם לא מחוברים לבריד לחדשות, כן. בדיוק, הרבה הרבה פחות, אז זה פחות במודעות שלהם, וברגע שזה צף, אז זה פתום גם עלה למודעות, וזה יצר איזשהו דיון פנימי ביניהם, והם מדברים על זה, ומודדים אחד את השני ללכת להתחסן, הם גם באים ביחד, אני חושבת שגם ברור שהתמריץ הכספי הוא מאוד מאוד החמד, אבל גם העובדה שפתום מדברים על זה, אז פתום חושבים על זה, אה, וואלה, אפשר לך להתחסן. וגם בכך כמובן, גם לדאוג לחברים שעובדים לצדך, שגם הם היו בטוחים. מסעדנים רבים שנפגעו ממשבר הקורונה, אימו השבוע לפתוח את מקומות העבודה שלהם, מסעדות, ברם, לא ברם, מסעדות, בעיקר, בניגוד להנחיות, איפה אתם עומדים ביחס למצב הזה? אנחנו שומרים על ההנחיות, כל הזמן, כל הזמן שמענו על ההנחיות, שמענו גם, בתי קפה שלנו היו סגורים, גם כשאני יודעת שאחרים מכרו בתייקווי, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, הבריאות בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב לנו, הבריאות של הצוותים שלנו, העובדים שלנו, ושלנו, אז אנחנו מאוד מאוד שמרנו על ההנחיות, כשאפשר טייקווי, אין זה אנחנו עושים טייקווי, כשאפשר רק משלוחים, אנחנו לצערנו הרב סגורים. בשלב הזה, אתם מקבלים איזושהי הבטחה מהממשלה, מתי תוכלו לפתוח את המקומות שלכם? אנחנו לא יודעים, אנחנו כמו כולם פה במדינה, אנחנו מחכים כל פעם לרגע האחרון, יש פרסות כאלה, שכולם כבר עדים להם, וכולם כבר חוו אותם, שכמה שעות לפני, הם מחליטים אם לפתוח או לסגור. אנחנו בעצם כמו כולם, תחושה של, מזיזים אותנו, ולא אנחנו קובעים מה, לא אנחנו מטבים את הדרך שלנו. וכל ההחלטות באמת לצערנו ברגע האחרון, לא תמיד משאירים זמן הערכות, אבל כמובן נקווה, לעתיד הקרוב טוב יותר. סיבנה רערית, תודה רבה. תודה רבה, ביי ביי. На этом наша программа подошла к концу. За последними событиями в израильской политике вы можете следить на наших страничках в Твиттере, Фейсбуке и сети Телеграм. Мы с вами встретимся на канале КНЕСЭД ровно через неделю. Будьте здоровы! תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.